Девушки отдыхают Афганистан Одна из самых нищих стран мира Где нет никаких разведанных Полезных ископаемых Через него не проходят Никакие мировые торговые пути Если не считать нынешнего наркотрафика Какая-то прореха на человечестве Каким образом Эта несчастная страна Раз от раза В течение уже второго столетия Становится осью мировой политики И мировой истории В следствии чего Собственно она и стала такой несчастной Географическое положение Афганистана И особый характер народа Придают этой стране Важное политическое значение В делах Центральной Азии Которое едва ли возможно переоценить Фридрих Энгельс Афганистан 1857 Афганистан Традиционно считавшийся главными воротами в Индию Англичане решили сделать главным Барьером на пути пресловутой русской экспансии Англия существует до тех пор Пока она владеет Индией Не найдется ни одного англичанина Который станет оспаривать Что Индию следует охранять Не только от действительного нападения Но даже от одной мысли о нем Индия, как малое дитя Нуждается в предохранительных подушках И такой подушкой со стороны России Является Афганистан Лорд Джордж Керзон Министр иностранных дел Великобритании Вице-король Индии 1889 С конца 18 века Афганистан погрузился в непрерывные Междуусобицы, подогреваемые англичанами Всего этой слабости Афганистан перестал угрожать набегами Кому-либо, в первую очередь Индии Глава первого британского посольства В Кабуле Монстюарт Эльфинстон Еще в 1815 году Отметил обстоятельства Остающиеся полностью актуальными И по сегодняшний день Внутреннее самоуправление племен Настолько хорошо отвечает Требованиям афганцев Что на жизни простых людей Никак не сказывается полный паралич Королевской власти Монстюарт Эльфинстон Глава первого британского посольства В Афганистане 1815 Афганистан 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 В Афганистан В Афганистане так называемые военные вожди Получают надлежащую поддержку Чтобы оказать содействие в американской борьбе с талибами И помочь Соединенным Штатам определить местонахождение Усамы Бен Ладена Однако данная схема работает не на благо построения государства А является традиционной политикой лавирования Между различными центрами власти В децентрализованной стране Именно Эльфинстон В 1809 году и подписал Первый союзный англо-афганский договор С Шахом Шуджахом Однако вскоре после подписания договора Шуджах был свергнут И с тех пор скрывался во владениях Ост-Индской кампании Периодически совершая вылазки с целью Вернуть себе власть В Кабуле утвердился Дост Мухаммед Непрерывные угрозы со стороны поддерживаемого англичанами Шуджаха В конце концов вынудили Дост Мухаммеда Обратиться к России Позднее он сказал Александру Бернсу Выдающемуся британскому игроку большой игры Я вижу, что Англия не дорожит моей дружбой Я стучался к вам в дверь Но вы меня отвергли Правда, Россия слишком далеко Но через Персию она может мне помочь Дост Мухаммед 1836 Большая игра Это борьба за маленькие княжества В том регионе, где проходила линия раздела влияния Между Великобританией и Россией Ставки были высоки Либо все, либо ничего И смена правительства в Афганистане Была куда больше, чем просто смена местного правителя Идея охранять Индию Не только от нападения, но и от мысли о нем Собственно и породила афганскую паранойю Фактом является то, что никаких реальных попыток Вторжения в Афганистан Россия не предпринимала никогда Во всяком случае до известной Брежневской инициативы Совершенно очевидно, что англичан чесалось Они высосали из пальца русскую опасность Ее носителя, шаха Дост Мухаммеда Даже несмотря на то, что Главный британский резидент в Кабуле Александр Бернс считал его своим другом И всячески пытался убедить начальство В целесообразности сотрудничества с ним Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова